Спустя несколько дней после блокады, израильские силы штурмовали медицинский комплекс Аль-Шиев в Гази, что привело к гибели многих пациентов интенсивной терапии и недоношенных детей. После этого штурма мир еще больше убедился в террористической сущности сионистского режима. Даже те, кто в начале конфликта поддерживал Израиль, начали призывать соблюдать правила войны, а не бороться с мирным населением, тем более с теми, кто уже пострадал от бомбардировок. Один из них – премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Даже у войны есть правило. Все невинные жизни имеют одинаковую ценность, как израильтян, так и палестинцев. Мы слышим свидетельства врачей, членов семей, выживших детей, потерявших родителей. Мир является свидетелем убийства женщин, детей и младенцев. Сразу после новости о штурме оккупантами больницы Альшифа возле Белого дома в Вашингтоне начался стихийный митинг. Байден, Байден, тебе не спрятаться. Мы обвиняем тебя в соучастии в геноциде, выкрикивали протестующие. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в этой связи в соцсетях написал. В свою очередь, исполнительный директор детского фонда ООН ЮНИСЕФ Катрин Рассел осудила ужасающие сцены, которые она увидела во время своего визита в сектор газа. То, что я видела и слышала, было душераздирающе. Они пережили неоднократные бомбардировки, потери и перемещения. Внутри сектора газа нет безопасного места, где миллионы детей газа могли бы найти убежище. Только стороны конфликта могут по-настоящему остановить этот ужас. Между тем, в столице Филиппин, Маниле, сотни пропалестинских протестующих пытались штурмовать посольство США, обвиняя президента Джо Байдена в соучастии в геноциде палестинцев. Торгуете на Вайлберрис и ООН? Хотели бы найти импортные товары? А может и вообще создать свой бренд? Ренкарга делает это под ключ. От поиска товара до доставки на маркетплейсы, а также до дверей клиента. Мы пять лет доставляем товары из Турции в Россию, имеем тысячи довольных клиентов и продавцов на маркетплейсах, гарантируем сохранность груза, сроки доставки от четырех дней. Если мы не доставим твой товар за девять дней, то доставка за наш счет. Акция только неделю. Пиши в Директ.